Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по 4 книге Царства. Сегодня мы будем читать 19 главу. Когда услышал этот царь из Акия, то есть слова Рапсака, который смущал и соблазнял евреев, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну Песца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии, пророку, сыну Амосову. Здесь у нас появляется новый персонаж, пророк Исаия, пророчество которого находится в Библии в числе больших пророков. И они сказали ему, то есть пророку Исаии, так говорит из Акия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Что это за образ? Ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Речь идет о том, что ситуация стала выправляться на святой земле. Царь из Акии это был очень благочестивый царь, который во всем следовал путями Давида, и в некотором смысле он даже как бы превзошел Давида. И, казалось бы, сейчас нация должна возродиться. Уже как бы младенец дошел до отверстия утробы матери, а сил нет родиться. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рапсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. «Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Вот с такой просьбой эти уважаемые люди, царедворцы, они обратились к пророку Исаии, сыну Амосову. «Рапсак» — это, как мы просто раз говорили, это прообраз Антихриста, который служит своему господину Санехериму, который есть прообраз дьявола. И что происходит далее? «И пришли слуги царя Иезекии к Исаии, и сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». То есть Господь слышал каждое слово Рапсака, точно так же, как Господь слышит каждое движение мысли в нашем сердце, ибо Бог всеведущ и вездесущ. Исаия продолжает пророчествовать от лица Бога. «Вот я, то есть Господь, пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». «И возвратился Рапсак, и нашел царя Ассирийского, воюющим против Ливны». То есть сразу все исполнилось. «Ибо он слышал, что тот отошел от Лохиса. И услышал он о Тергаке, царе Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. И снова послал он послов к Езыкии сказать, так скажите, Езыкии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. «Ведь ты слышал, что сделали царя Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятия, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Гузон и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что Фаласари, где царь Имафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Ены и Ивы?» Робсак опять совершает акт богохульства, сравнивая единого Бога с какими-то там идолами и их почитателями. «И взял из Эзыкии письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его из Эзыкия пред лицом Господнем, и молился из Эзыкия пред лицом Господнем и говорил». Прежде чем мы перейдем к словам его молитвы, хочу напомнить такой интересный случай. Был один человек, который очень меня докучал, а ему как-то не нравилось буквально все, что я делал. Я пошел к старцу взять у него советы, и старец говорит, «А ты возьми и пожалуйся на него Господу». И вот Эзыкия, который берет письмо, вот это письмо-ультиматум, и несет в храм Господен, как бы показывает его Господу, хотя очевидно, что он понимает, что Господь и так все знает, это действительно такая жалоба. Он жалуется Господу на этого Рапсака, который уже достал его во всех отношениях и ведет себя тем более богохульно. И вот молитва из Эзыкии. «Господи Божий Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня. Открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Синахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живаго. «Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Божий наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог един». «Элогим, эхад, Бог един». Здесь мы видим, насколько атеистичны, правильны с теологической точки зрения, мировоззрения Эзекии. Он знает, что один Бог на небе и на земле, который владыка над всеми царствами. «И послал Исаия, сын Амосов, к Эзекии сказать, так говорит Господь». То есть сразу следует ответ от Бога через пророка, хотя мы не видим, что Эзекия кого-то посылал к пророку Исаии. Нет, он просто помолился, а Господь уже через пророка дает ответ. «И послал Исаия, сын Амосов, к Эзекии сказать, так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем Ты молился мне против сына Херима, царя Ассирийского, я услышал». Но тут сразу возникает вопрос, а что Господь может что-то не услышать? Господь все слышит, и каждое слово Рапсака он слышал. Но в данном случае услышал, принял к сведению и вынес некое решение. «Вот слово, которое изрек Господь о нем». То есть о ком? О царя Ассирийском. «Презрит тебя, посмеется над тобою, девствующая дочь Сиона. Вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои на святого Израилева? Через послов твоих ты порицал Господа и сказал со множеством колесниц моих «Я взошел на высоту гор, на ребра Ливана и срубил рослые кедры его от личной кипарисы его и пришел на самое крайнее пристанище его в рощу сада его и откапывал я и пил воду чужую и осушу ступнями ног моих все реки египетские». То есть Господь видит планы этого царя Ассирийского и на Египет. То есть если бы он разгромил Иерусалим, он пошел бы дальше. И продолжается пророчество. «Разве ты не слышал, что я, Господь, издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин?» То есть Бог говорит, если ты что-то делаешь, то только потому, что на этом была моя воля. «И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях, и опаленный хлеб прежде, нежели выколоситься». И далее говорится, «Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю, знаю и дерзость твою против меня». То есть Господь знает, как мы выходим из дома, как мы возвращаемся в дом, в каком состоянии. Он знает всю дерзость нашу, Он знает любое движение нашего сердца. «За твою дерзость против меня и за то, что надмене твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и у дела мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, которой пришел ты». То есть Господь возвращает его в какое-то животное состояние, из которого он вылез в свое время. «И вот тебе, языкия, знамения, ешьте в этот год выросшие выросшие от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните и садите виноградные сады и ешьте плоды их». Что это за знамение? То есть нельзя этот год обрабатывать землю. То, что созрело, то созрело. Пусть земля отдыхает. А на другой год можно будет сеять. Это был такой закон. Шесть лет землю обрабатывали, седьмой год она отдыхала. «И уцелевшие в доме Июдином, оставшиеся, пустят опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие». Остаток – это полк святых. Пока он существует, то дьявол не может одолеть этот мир. Собственно говоря, конец мира наступает тогда, когда скудеет полк святых, то есть не будет остатка. «Посему так, говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала той же дорогой, который пришел возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Вот действительно, братья и сестры, благословение одного праведника распространяется на многие-многие годы, на роды и роды его потомков. Давайте посмотрим, какой есть комментарий. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Великая благость Господа и часто ради немногих праведников Он благоволит даровать спасение многим. Но что я говорю? Ради немногих праведников. Часто, не находя ни одного праведника в настоящей жизни, Он, Господь, умилостивляется над живыми ради добродетели умерших и восклицает так, «Я буду охранять город сей ради себя и ради Давида, раба моего». А Давид умер уже давно. Но праведность уже умершего продолжает являться залогом, что это место Господь будет защищать. Хотя они, говорит, и недостойны спасения, не имеют никакого повода для спасения, «Но поскольку мне свойственно оказывать человеколюбие, и я всегда готов миловать и избавлять от бед, то ради себя самого и Давида, раба моего, сотворим спасение». Таким образом, этот муж, за столько лет прежде, представившийся из этой жизни, становится виновником спасения для людей, погибавших от собственного нерадения. Таким образом, мы видим, что заслуги Давида, они продолжают действовать, существовать. И если русская земля сохраняется, то, конечно, заслугами таких святых, как преподобный Сергий, Серафим Саровский, как новомученики-исповедники российские. Особенно заслугами новомучеников мы можем ожидать возрождение нашего дома. И что происходит по воле Господа и заслугами Давида? «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. Ангел Господень. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился с Инохерим, царь ассирийский, и жил в Неневе». То есть он не вошел в Иерусалим и даже стрелу не пустил. И когда он поклонялся в доме Несуроха, Бога своего, то Адремелех и Шарыцер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Ассардан, сын его, вместо него. Давайте посмотрим, что пишет Афанасий Александрийский. «Демоны, не имея никакой силы, играют как бы на сцене, меняя обличия и устрашая детей множеством привидений и призраков. Потому-то более всего и следует их презирать, как бессильных. А истинный ангел, посланный Господом против ассирян, не имел нужды во множестве, во внешнем, видение в громе и треске, но проявил свою власть в тишине и мгновенно, истребил 185 тысяч. Не имеющие же никакой силы демоны, каковы они и есть, пытаются устрашить хотя бы мечтаниями». И действительно здесь не сказано, что пошли ангелы, там ангельский полк, маханаем, может быть, два полка. Нет, один ангел пришел, как мы прочитали, пошел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И была одержана победа над богохульниками. Как прекратится и царство Антихриста, когда сам Христос явится в этот мир и дыхание в уст своих, умертвит Антихриста, который будет прельщать всю Вселенную и разрушит его замыслы и его царство одним мгновением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok